Сегодня мы поговорим о вашем браке. Я не знаю, может быть, вы вообще не состоите в браке. Но наша тема актуальна для каждого, и звучит она так. Ваш брак — это Евангелие. Да уж, скажете вы, это вообще не для меня. Как раз для вас, скажу я вам. Сегодня мы начнем передачу об отношениях друг с другом. Так давайте скажем честно, что брак вышел из мода. Развод — это неприятные последствия неудачного брака. Мне никому здесь не надо рассказывать, что развод причиняет страдания. Обе стороны страдают духовно и финансово при разводе, а кроме того, больше всего страданий достается детям. Другими словами, развод — это страдание. На следующей неделе я вам расскажу, как можно с уверенностью в 91% сказать, сохранится тот или иной брак или нет, то есть позаботьтесь о том, чтобы там быть. Вы сможете предугадать, наблюдая. Понаблюдайте за собой. Уловите сигналы, помогающие вам понять, что будет дальше с вашим браком, как и с любыми другими отношениями. Будь люди влюблены, помолвлены, дружба ли это или что-то иное, отношения в церковной общине, вы сможете многое понять, изучая данные сигналы и анализируя их. Мы подготовили специальные материалы для пар, которые можно заказать у нас. Это коробочка свиданий. Она поможет вам глубже взглянуть на свои отношения и организовать, например, свидания друг с другом в гостинице. Пожалуйста, подготовьтесь к следующей неделе, приобретите ее у нас. Заложите фундамент прочных отношений, обезопасьте себя от разрыва. Мы вам раздаем их совершенно бесплатно. QR-код сейчас появится на экране, и на следующей неделе она будет у вас. Мы голландцы. Так что самое важное для нас — это бесплатно. Для вас она бесплатна. Может быть, потому что другие купили ее для вас. Это бесплатно, потому что нам очень важно поработать над своими отношениями. Нам нужна эта коробочка для свиданий, поэтому давайте сделаем еще 500 штук и будем все работать над отношениями. Мы говорим о браке, а в церкви сегодня — это очень щепетильная тема. Среди нас сегодня есть и одинокие люди, желающие вступить в отношения. Здесь есть и пара, переживающие проблемы в браке. Я хочу, чтобы вы знали, проблемы в браке — это нормально. Мы с вами никого не осуждаем, а пытаемся разобраться в проблеме. Анализируя тот факт, что Бог создал человека по своему образу и подобию, нам может показаться, что Бог решил подогреть ситуацию, чтобы было интереснее, ведь один секс — это так скучно. Создам-ка я противоположности, притягивающиеся друг к другу, и они хотя бы будут искриться. И позабочусь-ка я о том, чтобы у них была развитая степень сексуального желания. Один всегда хочет, а другой — очень редко. Если у них все хорошо друг с другом, то пусть у них родятся не дети, а маленькие бандиты. Пусть они лишат их сна, разрушат их интимную жизнь, разломают их дом, сад и кухню. Посмотрим, как им это понравится. Если они справятся, то я превращу маленьких бандитов в подростков. Подростки превратят их в таксистов, будут вымогать у них деньги и общаться с ними, как с владельцами гостиницы, чтобы они постепенно задавали себе вопрос, зачем мы во все это ввязались. Брак не работает сам по себе. Мы с Алоной тоже переживали трудные моменты. Мы быстро справились, мы многое преодолели очень быстро, мы три года усиленно работали над отношениями и вышли из этого кризиса более сильно. Другие, сидящие здесь, тоже находились с этими проблемами, но вышли из них с разводом. И, может быть, уже заново создали семью. Сегодня мы затронем много щепетельных тем. Я хочу сказать вам, не осуждайте себя за ошибки. Иисус нас не осуждает, но Он говорит нам о важном. Я тоже сегодня затрону важные темы. Я никого не осуждаю, «Я человек». А людям свойственно ошибаться. Мы помним, что мы не осуждаем никого. Но, может быть, и так, что это не я и не Иисус, но ваш собственный голос, каждый раз осуждающий вас за что-то. Главный посыл моего сообщения. Никто вас не осуждает, и вы не осуждаете себя. С нами Бог, мы Его дети. Он всегда дает своим детям еще один шанс. Иисус не осуждал женщину у колодца. Она на минуточку была разведена целых пять раз. Пять раз. Иисус сказал ей, «Человек, с которым ты сейчас живешь, тоже не твой муж». Иисус все подробно ей объясняет. Эта женщина не чувствует осуждения. Вообще. Она идет в город и говорит, «Иисус знает обо всем, что случилось со мною. Он знает обо всем, что я пережила». Он знает все, и он не осуждает. Она идет по городу и всем рассказывает, что он знает все и не осуждает меня. Это хорошая новость. И вся деревня обращается в веру. Может быть, нас слушают люди ЛГБТ, и другие спрашивают, «А что же нам-то делать?» Может быть, вы одиноки. Или же в отношениях. Это не важно. Знаете, я думаю, что нам, как общине, нужно быть все вместе. Состоите вы в отношениях. Или же вы одиноки. Принадлежите вы к ЛГБТ, или вы традиционной ориентации. Наша индивидуальность, то, что мы есть, не отражена нашим полом, нашей сексуальной ориентацией. Она отражается в наших отношениях с Иисусом Христом. Мы едины в Иисусе Христе. А церковь должна стать тем безопасным местом, позволяющим быть самим собой, без всякого осуждения. Подводя итог к всему вышесказанному, я хочу перейти к трем пунктам, важным в браке. Первый пункт. Брак — это Евангелие от Всевышнего. Брак — это Евангелие от Всевышнего. Давайте почитаем из Библии. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Он создал человека, мужчину и женщину. Человек, то есть мужчина и женщина, вместе есть одно. Важно понять, что не только мужчины созданы по образу Божьему, как мы часто думаем в нашем обществе, где доминируют мужчины. Нет, это мужчина и женщина. Они вместе созданы по образу и подобию Господа. Это означает, что они равны. Они могут быть разными, но они равны. И вместе они сделаны по образу и подобию Господа, как мужчина, так и женщина. Одиноким же я хочу сказать сегодня, что необязательно состоять в браке для того, чтобы у вас заработало, дарованное нам Господом, божественное сияние. Иисус был одинок, и он сказал, «Тот, кто видел меня, видел отца». Павел был одинок, и он принес нам Евангелие. Мужчина и женщина созданы по образу и подобию Божьему. Вместе они отражают образ Бога. Но если вы одиноки, то вы тоже отражаете его образ. Многие думают, что времена Библии канули в глубокое прошлое. Мы сейчас живем в современном обществе с разнообразием видов и форм человеческих взаимоотношений. А знаете, дорогие мои, во времена Иисуса все было точно так же, а не по-другому. Более того, даже во времена Моисея люди жили в похожем обществе. Давайте мы почитаем из Евангелия от Матфея о фарисеях. Фарисеи в те времена были так называемыми экспертами, знающими все обо всем. Из Ветхого Завета эксперты, знающие законы и правила, и все, что сказал Бог. Эти эксперты идут к Иисусу. Они идут, чтобы спросить Его о чем-то, о чем они хотели спросить. Нам нужно толковать это так. Эксперты желают подловиться Иисусом, чтобы Его слова противоречили Слову Божьему. Они надеются на это. И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. Как же отреагировал на это Иисус? Я бы сказал, почти с сарказмом. Он сказал им в ответ, «А вы что, не читали? Эксперты? Вы же эксперты, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Слово «вначале» здесь очень важное, и оно означает «до того, как в мир пришел грех». Самое начало времен, когда Бог творил. И вот пришел момент, когда в мире появилось зло. Я не говорю о людском грехе, но о той силе, которая хочет преобразовать мир по-своему. Мы знаем, что Иисус обезоружил зло. И в самом начале были мужчина и женщина. И далее Иисус говорит вот что. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Как мы видим, Иисус саркастично указывает им на их невежество и сам цитирует Писание. В начале, здесь, до того, как в мир пришло зло и стало менять его, Бог создал мужчину и женщину уже тогда. Так как есть мужчина и женщина, то есть их союз, то есть брак между ними. А почему есть брак? Потому что есть мужчина и женщина. Если говорить прямо, то модель семьи у Бога такова, вне брака, нет интимных отношений. Так давайте же разберемся, что такое брак. Брак — это когда вы покидаете отца и мать. То есть вы не остаетесь папенькиным или маменькиным ребенком. Вы вместе строите свою жизнь, и подтверждаете вы это свидетельством о браке. Секс делает мужчину и женщину одним целым. Он сотворил мужчину и женщину. И самая сильная движущая сила — интимные отношения. И вот они уже одно целое. Вот это и есть образ и подобие Господа. То есть разделяя этих двоих, вы разбиваете образ и подобие Господне. уничтожаете Евангелие в этом мире. Бог един. Он гармония. Бог не разводится. Бог тесно связан. Брак между мужчиной и женщиной — это Божий принцип, такой же, как и принцип «сить и жать». «Сить и жать, друг и враг, верующий и неверующий». Брак сам по себе может быть и неблагословлен. Брак благословлен уже сам по себе. Верующий вы или же нет. Вы вступаете в брак, и он уже благословлен Богом. Это очень красивый принцип. Поэтому так прекрасно праздновать это событие в церкви. То, что вы на самом деле совершаете друг с другом, это создаете образ и подобие Бога. Несете его в мир, восклицая. Вот он, Всевышний. Вот его образ и подобие. Мы благословляем брак в церкви. Это не обязательно, так как брак сам по себе уже благословлен. Сейчас вам понятно, что дьявол, зло, желает разрушить образ и подобие Бога на земле. Уничтожить его. Он не терпит, что везде по этой земле ходят образы Божии. Они будут не только на земле вместе, но и на небе. Дьявол, зло, ненавидит брак. Он празднует каждый развод. Он находит всевозможные причины. Для того, чтобы посеять зерна раздора в браке. Дьявол радуется, когда у нас свободные интимные отношения. Он разрушает образ Бога на нашей земле. Конечно, Питер. А как же насчет гомосексуального брака? Брака между двумя людьми одного пола. Давайте будем честны. Гомосексуальный брак. Узаконен в нашем обществе. Когда у вас есть друзья, знакомые, соседи, или же дети, вступающие в такой брак, то вам от него уже никуда не деться. Вы идете дальше и отмечаете создание их союза вместе с ними, потому что вы их любите. Важно понять для себя, даже если вы здесь, с нами в зале, и вы ЛГБТ, одиноки вы, в отношениях, а может быть и в браке, но вам нужно понять, что образ Бога отражает лишь один брак. Брак между мужчиной и женщиной. Нам не нужно никого осуждать. Мы все можем мирно существовать друг с другом, но знайте, что есть только один союз, отражающий образ Бога, а это союз между мужчиной и женщиной. Даже если вы в другом браке и в иных отношениях. Помните, что образ Бога — это брак между мужчиной и женщиной. Духовно мы не можем приравнять эти два брака друг к другу, иначе мы разрушим образ Бога. Сейчас в нашем обществе есть все эти виды брака, и нам нужно научиться с этим как-то жить. Помните, в самом начале сотворил Бог человека. Он сотворил мужчину и женщину тоже сотворил. Но с того момента, как пришло зло в этот мир появились люди с другой сексуальной ориентацией. Люди, чувствующие себя в своем теле другим полом. А знаете, это не ново. Это было и в те далекие времена. Сейчас все открыто. Все знают об этом. И где, как ни в церкви. люди, люди должны чувствовать себя свободно, не бояться говорить о том, что они переживают, не чувствуя при этом порицания и осуждения, а лишь любовь и принятие. Поэтому так важно понять, что бы ни случилось, мы не знаем, что нас ждет в ближайшем будущем. какие еще события произойдут, кем бы вы ни были, откуда бы вы ни происходили, зло не сможет никогда изменить одного. Бог любит всех людей, какими бы они ни были, кем бы себя не ощущали, кем бы себя не называли. Все люди, невзирая на то, в каких они отношениях, кем они изначально были. Всем людям нужна милость нашего небесного Отца. Они крайне нуждаются в этом. После слов Иисуса они сказали Ему, они говорят Ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так, но я говорю вам, кто разведется женою своею, не за прелюбодеяние. И женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Итак, что вы скажете? Здесь Моисей действует против слова Божьего, против Писания. Муж, написавший разводное письмо, разрывает брак со своей женой. Иисус же нам разъясняет, да, Моисей разрешил делать так из-за их черствых сердец. Моисей в разводе. Все именно так. А знаете, чтобы станцевать танго, нужны двое. Картина развода такова, что одно из сердец, а может и оба сразу, очерствели. А то сердце, что очерствело, больше слушает голос зла, чем голос милосердия. Случается дисбаланс. Разводное письмо Моисея служило выходом для той стороны, что была покинута при разводе, чтобы она не чувствовала себя запертой в ловушке этого брака. В то время, как другой нашел уже себе новые отношения. Проблема в том, что закон всегда прав. Ничего нельзя изменить Писание, но милость Божия должна найти решение проблемы. Есть люди, состоящие в трудном браке, им нужно развестись, потому что дальше они так не смогут жить. Есть люди, запутавшиеся в том, кто они, какой ориентации, заветам не поможет. Но милость Божия всегда найдет выход. Но здесь Иисус, сам Бог, на минуточку, а не Питер Пауэ, стоящий перед вами сегодня. А Иисус придерживается Писания. Он говорит, что развод это прелюбодеяние. Новый брак это измена. Смотреть на другого это тоже измена. И брак с человеком одного с вами пола это тоже прелюбодеяние. Но я ничего больше не могу к этому добавить. Вы спросите меня, так почему же Иисус так говорит? Он что нападает на Моисея? Они что не команды? Да, на первый взгляд так и есть. Он противоречит Моисею. И что же происходит? Иисус не может нарушить Писание. Согласно Ветхому Завету развод запрещен. Кроме как в ситуации измены. почему Иисус так поступает? А мы прочитаем из послания к Галатам. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Буквально все. Все ваши мысли, все то, что вы делаете, когда вас никто не видит. И когда видят и осуждают, то есть все то, что происходит в этом мире под знаком зла заключило под грехом. Другими словами, все поступают плохо. Если вы осуждаете кого-то, показываете на него пальцем, вы сами поступаете плохо. Нет никого лучше или хуже другого человека. Все люди, кем бы они ни были, откуда бы они ни происходили, мы все равны. то есть нет разницы между гетера, гома и всеми другими. Мы все одинаковые изначально. Мы все ходим под грехом. Нет ничего осудительного в том, если вы скажете, на мой взгляд, это грех, потому что так оно есть. Но нам нужно найти решение, дабы обетование верующим дано было поверив Иисуса Христа. Иисус придерживается Писания. Почему? Потому что у нас лишь один путь к спасению. Иисус Христос, Спаситель наш. Он наш путь. В жизнь вечную Ветхий Завет написан так, что кажется, что бы вы ни делали, как бы вы ни поступили, вы все равно ошибаетесь. Так он и замышлялся. Как бы вы ни старались, вы все равно стараетесь недостаточно. Я нуждаюсь в милосердии. Я не могу так. Мне нужен Бог, который скажет мне, я люблю тебя, несмотря на то, что ты стараешься, и у тебя плохо получается. Поэтому Иисус говорит женщине, увлеченной в измене, кто без греха может первым бросить в нее камень. Кто же сегодня бросит первый камень? Нет, мы не станем этого делать. Это не сработает. Иисус мог бы бросить камень первым, он же сам Бог. Иисус, он же наш законодатель. Он дал нам Ветхий Завет. Он без греха. Он мог бы бросить первый камень. Но он этого не делал. Давайте же научимся, как община. В какой бы области что бы ни случилось, каких бы ошибок не натворили люди, мы не будем бросать камни никогда. Это не то же самое, что и оправдывать. Мы видим, что Иисус называет вещи своими именами. И говорит, что так не должно быть. Грех значит, что вы совершили ошибку, но так поступать не следовало бы. Это не есть изначальный замысел. Так не было до того, как в мир пришли силы зла. Мы так не достигнем цели. Если они разведутся, то не достигнут цели. Да, так оно и есть. Но благодаря милости Божией для каждого найдется свое решение. Его ученики в замешательстве, они не понимают. Тогда мужчины тоже смотрели по сторонам. И все во всем измена. Тогда лучше вообще не вступать в брак, но ведь сам Иисус сказал им. Он же сказал им. Посмотрим. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. Есть скопцы, которые скоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Иисус говорит здесь буквально о кастрации. То есть, если нет больше желания, только тогда можно вступать в брак. Почему же? Очень просто. В Библии сказано, что человек не должен быть один. Я подумал о желании обычного мужчины. Да уж, это проблема. И кроме того, Богом задумано, чтобы женщина и мужчина были вместе. Ведь тогда образ Божий будет на земле. Но повторюсь, если же брак распадается по по каким бы ни было причинам, то мы не можем больше отражать образ Божий на земле. Но несмотря на это, мы все еще отражаем милость Божью на земле. То есть, так или иначе, брак прославляет Бога. Ибо он и есть отражение его на земле. Или же, если брак распадается, то мы снова прославляем Всевышнего, потому что есть его милость на земле, благодаря которой мы все можем двигаться дальше. Мы прославляем Бога в любом случае. Я перехожу к своему второму пункту. Он называется так. Брак это Евангелие о любви Иисуса Христа. Потому что мы члены тела его. От плоти его и от костей его. А вот это буквально тело Иисуса. Потому что это тело Иисуса. Подумайте о том, что вы делаете другому. Если вы пинаете другого, то вы пинаете Иисуса. По этой самой причине. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое двое одной плотью. Тайность я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Брак дан нам для того, чтобы мы вспоминали об Иисусе. То есть помогай другому в браке своем. Вспоминай об Иисусе. Говори с другим так же, как бы ты говорил с самим Иисусом. Почитай другого в своем браке так, как бы ты почитал Иисуса. Ко мне пришел друг и сказал, Питер, а что будет, если я приму Иисуса? Я ответил, это вполне безопасно. Посмотри, как я отношусь к своей жене, как я ей помогаю. Так Иисус будет обходиться с тобой. Я отдаю ей все, даже мой кошелек, а она растрачивает все. Иисус же любит тебя и делает все для того, даже если ты собьешься с пути. То, что я делаю для своей жены, то сделает для тебя Иисус. И вот приходит к вам дама, подруга и спрашивает, а как мне правильно молиться? Это несложно. Посмотри, каким тоном я разговариваю со своим мужем о том, что творится у нас в доме. Так нужно разговаривать с Богом. Говори о Боге так же, как о своем муже, когда его нет рядом. Вот это и есть молитва, как ты говоришь со своим мужем и о своем муже. Так и говори с Господом. Это все очень просто. посмотрите на меня. Мы образ и подобие Бога. Мой брак это Евангелие. Сложно, правда? Со мной все в полном порядке. Но вот тон моей жены последнее время, прости, дорогая. Я погорячился? Так, давайте же завершать, наверное, уже. Брак это Евангелие о небесах на земле. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста. украшенная для мужа своего. Дорогие мои, мы можем верить в разные теории, но одно нам всем ясно, что в конце времен небеса и Иерусалим, где живет Господь, спустятся к нам. Вы знаете, что жених и невеста делают ночью, просто соединяются и становятся одним целым. Но ведь так просто раз бум и они одно целое. Ну а что это вы смеетесь так, как будто бы я с другой планеты. Я лишь озвучил то, что действительно происходит. Ах, но мы тут право странные в Барнефельде. В любом случае, давайте серьезно, Новый Иерусалим спустится с небес, и они встретятся как жених с невестой. Я скажу так, земля сделана для небес, и небеса сделаны для земли, и они станут одним целым, как мужчина и женщина вместе. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, это скиния Бога с человеками. И Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Это наше Евангелие. Земле предначертано быть единым целым с небесами. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет. Вы слышите, да? Ни плачем, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Давайте же будем вкладываться в наши семейные отношения. В следующий раз слушайте нас о том, как же предотвратить крушение брака или любых других отношений. Поэтому не забудьте заказать коробочку для свиданий. Создайте друг для друга романтическое свидание, вы можете предугадать, наблюдая. Понаблюдайте за собой, уловите сигналы, помогающие вам понять, что будет дальше с вашим браком, как и с любыми другими отношениями. Поймите, кто вы есть в этом мире. Аминь.